Губернатор Игорь Рудения, глава госкомпании российской автомобильной дороги Вячеслав Петушенко посетили 5 ноября Вышневолодский городской округ. На 314-м километре трассы М-11 они посетили площадку, где планируют построить транспортную развязку. Она обеспечит прямую связь между автомагистралями Нева, Россия и Балтия. Причем водители и пассажиры смогут в этом месте не только свернуть с одного шоссе на другое, но и отдохнуть. Роман Быков продолжит нашу тему. В ближайшей перспективе здесь, на 314-м километре трассы М-11, появится новая автомобильная развязка. Это будет еще один заметный вклад в экономику Вышневолодского городского округа, который в последние годы динамично развивается. Новый мост строится через Октябрьскую железную дорогу. Мы видим активизацию промышленных предприятий, именно при движении через город Вышневолочок. Поэтому данная развязка повысит не только транспортную доступность для жителей Вышневолодской агломерации, но и, конечно же, для повышения деловой активности. Также в план строительства развязки входит в возведение до конца года многофункциональной зоны. Сейчас на скоростной трассе Нева таковых пока только три. В планах Росавтодора довести их количество до 11. Причем в таких местах можно будет не только пройтись возле машины, пока на АЗС тебе заливают полный бак. Трасса М11 – это не только дорожное полотно, по которому несутся автомобили. Это еще и инфраструктура вокруг него. В частности, многофункциональные зоны отдыха. Одна из них находится за моей спиной, она пока еще строится. Но совсем скоро водители смогут здесь не только заправить свои автомобили топливом, но и просто прогуляться, размять, что называется, ноги, а кроме того, перекусить и даже позаниматься спортом, поскольку здесь еще планируется обустроить тренажеры. Создание многофункциональной зоны не только выведет на новый уровень развития культуру придорожных сервисных зон, но и станет еще одним важным объектом для Вашневолодского городского округа. То есть трасса М11 начинает работать на все территории, по которым она проходит. В прошлом году ввели трассу от Москвы до Санкт-Петербурга, имея в виду в первую очередь ее транзитное значение. А сейчас, когда трасса появилась, начинает развиваться территория, которая находится рядышком. Причем не только там крупные города, а уже и по районам. И вот то, что вот здесь вот строится, мы сегодня проговорим, это даст толчок развитию прилегающих территорий районам. Однако планируемая развязка будет иметь важное значение не только для Вашневолодского городского округа. Появится связующее звено между тремя федеральными трассами – М9, М10 и М11. Этот транспортный коридор пройдет по целому ряду туристических объектов, да и вообще по всем муниципалитетам Северо-Запада Тверской области. Это Нелидово, Западная Длина, Торопец, Андреаполь, Пеновский район, Осташковский район, Фировский район, Кувшиновский район. То, что сегодня находится, так сказать, в не очень выгодной транспортной доступности от М11. Поэтому данная развязка даст возможность уже завершить формирование Северо-Западной хорды. А чтобы путешествие по этой хорде было комфортным, запланирован ремонт всех шоссе, по которым она проходит. В первую очередь речь идет о дорогах регионального значения первого класса – Осташков-Сележарова-Ржев, Торжок-Осташков, Осташков-Волги-Верховья, Москва-Рига-Андреаполь-Пена-Хитина и автодорогах второго класса межмуниципального значения – Осташков-Верхние-Котицы, Кирилково-Рвеница-Свапуща. В общей сложности в нормативные состояния будут приведены более 300 километров автотрасс. Реализация объектов планируется в рамках государственной программы развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2020-2028 годы.